Неизвестные установили унитаз на месте снесенного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Полиция проводит расследование, сообщает чешское издание ЧТК, со ссылкой на пресс-секретаря полиции Яна Данека. Унитаз появился в ночь на 9 мая. Староста района Прага-6 Орджей Каларж осудил акцию. Муниципалитет убрал унитаз с постамента. Если кому-то нужно выразить себя таким образом, в дни, когда празднуется окончание Второй мировой войны, то у него в голове фекалий, заявил Каларж. Как сообщается, утром в полицию поступил звонок от мужчины, который пришел возложить цветы к постаменту в честь Дня Победы и обнаружил, что на нем установили унитаз из пенопласта высотой около 2 метров. Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия, но к тому моменту у постамента уже никого не было, а унитаз стоял рядом с ним. Инцидент пока не получил правовой оценки. И к другим новостям. Изображение Иосифа Джугашвили, известного под псевдонимом Сталин, и Путина, известного под псевдонимом Хоу, убрали из мозаики в храме Воскресения Христова, главного храма миннападения РФ, в парке Патриот, в подмосковной Кубинке. С одной из мозаик, посвященной «Победе» в кавычках «Великой Отечественной войне», исчез портрет Сталина. Его заменили на плакат «Водрузим над Берлином Знамя Победы». Если кто не знает, в 1945 году его создал художник Виктор Иванов. С другой мозаики, посвященной так называемому «Присоединению Крыма к России» в 2014 году, пропало изображение Путина. И ряда других высокопоставленных чиновников. Вместо Путина изобразили икону, вместо чиновников – священников. Кроме того, лозунг «Крым наш» на мозаике заменили на «Мы вместе». Интересно, через сколько там российские флаги заменят на украинские, а лозунги «Мы вместе» заменят на «Слава Украине». Вся композиция будет изображать капитуляцию Русского рейха перед Украиной. На празднике так называемого «Дня Победы» в столице Башкирии, Уфе, самолеты выпустили в небо шлейф в виде французского триколора, а не российского. Такое фото появилось даже в инстаграме главы республики Хабирова. Потом он удалил пост. Местные власти довольно неловко пытались это объяснить. В пресс-службе Радия Хабирова заявили, что задачей летчиков вовсе не было показать флаг РФ. А они летели просто с его символом. Символ флага довольно новой панели, согласитесь, которая смешалась в небе. Однако на виде, который финцы запустили в сети, видно, что самолеты изобразили прямо-таки французский триколор. Ну и к другим трешакам. МИД РФ подготовил письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикацию о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем официальные данные. Давайте с Марией Захаровой свяжемся, директор департамента информации и печати нашего МИДа. Мария Владимировна, ну международный скандал очередной, просто вброс за вбросом о коронавирусе, и не только что это. Мы как-то можем повлиять на то, чтобы Financial Times не исправили эту статью, но хотя бы привели нам какие-то доводы, факты, доказательства. Добрый день, здравствуйте. Я хочу вам напомнить слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который он сказал несколько недель тому назад. Он сказал буквально следующее, что мир поразила не только пандемия коронавируса, но мир страдает от пандемии дезинформации. Все-таки это было серьезное заявление, и, к сожалению, мы сейчас видим... Если говорить об особенностях дезинформации и дезинформационных компаний сейчас, это, конечно, значительный блок связан... Если говорить об особенностях дезинформации и дезинформационных компаний сейчас, это, конечно, значительный блок связан... Если говорить об особенностях дезинформации и дезинформационных компаний сейчас, это, конечно, значительный блок связан действительно с самой темой коронавируса. Все возможные аспекты. А дальше уже по возрастающей, отталкиваясь от вот таких бросов, фейков и так далее, дезинформационная компания идет дальше и дальше. Что я хочу сказать по поводу тех статей, которые вы сейчас обсуждали. Вот господин Толстой сказал, что его больше... Я, по-моему, правильно, да, заметила, что это Петр сказал? Да, это Петр Леонидович. Его в большей степени волнует, что написал или напишет Воронежская правда, нежели Financial Times. И, в принципе, с этим сложно поспорить. Есть только одно но. Что, к сожалению, и наши средства массовой информации подвержены влиянию как раз мировых мейнстримов. Это отдельная тема для дискуссии. Как сделать так, чтобы мейнстримовские западные средства массовой информации, которые работают по лекалам и по классическим методичкам, не оказывали такого воздействия на нашу информационную среду? А теперь непосредственно про эти публикации. Ведь госпожа Голикова, которая сегодня опровергала и опровергала с цифрами и фактами на руках все эти вбросы, она правильно сказала, что речь идет не об одной публикации. И я хочу ваше внимание обратить на то, что это был залп. Он пошел 10, 11, 12 мая. И центральными в этом залпе выступили в качестве центральных две крупнейшие западные газеты. Financial Times и New York Times. Значит, можно сколько угодно. Я не являюсь специалистом по коронавирусу, не собираюсь давать оценки процентам, данным и так далее. Это вопрос к людям-вирусологам, медикам, специалистам в этой области. Но я так или иначе являюсь человеком, который многие годы занимается международной информацией, заканчивал факультет журналистики и очень много работаю с западными журналистами на предмет интервью, комментариев и общения. Что я вижу в этих статьях? Во-первых, явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов. Ну, это просто видно невооруженным глазом. Но самое главное, когда ты общаешься с западными журналистами, они никогда не возьмут только твою точку зрения, не обратившись к кому-либо еще, для того, чтобы представить другую сторону, может быть, где-то противоречивую информацию перепроверить, заручиться информацией от нескольких источников. Как вы, Евгений, знаете, как правило, берутся 2-3 источника, не меньше, для того, чтобы прокомментировать вашу информацию. Что мы видим здесь? Здесь мы видим отсутствие официальной позиции Российской Федерации. То есть, конечно, здесь есть цитаты и президента России, здесь есть цитаты госпожи Поповой, все это есть. Но это все то, что говорилось ранее. Не может быть такого, что когда речь идет об объективной журналистике и готовится материал, который будет, в общем-то, звучать достаточно сенсационно и разоблачать, не приводилась бы актуальная позиция российской стороны по этой теме. Никогда наша информация, которая идет, подчеркну, от первоисточника, от государственных лиц, от официальных лиц, никогда не дается западными журналистами просто как она есть. Она всегда обкладывается мнением большого количества экспертов, а таких же официальных лиц, но с другой стороны. В данном случае превалирует исключительно мнение, только подтверждающее, якобы, правоту заявленного тезиса, относительно того, как было сказано в заголовке Financial Times, или в основной тезис Financial Times, что якобы смертность в России может быть на 70% выше, чем официальные цифры. Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь даже рядом нет. Следующий очень важный момент, я уже сказала, речь идет о том, что это была канонада. Это было не одно расследование, это была целая сеть публикаций, которые потом начали перетекать в российские СМИ. Вот, собственно говоря, и все. Но это не единственные фейки за последнее время. Посмотрите обилие фейков по теме победы 9 мая, итогов Второй мировой войны. Мы видели все от твитов Белого дома до заявления госсекретаря США. Посмотрите, что творится с Чехией, какие нападки были на российских дипломатов, опять же, якобы провоз каких-то смертоносных веществ, желание отравить и так далее. То есть мы живем в условиях вот такой дезинформационной пандемии. И это один из просто классических примеров, который был за эти дни нам предоставлен. Глава делегации Российской Федерации в ПАСЕ, Петр Олегович Толстой, спрашивает, и что же делать в этой ситуации? То есть вот непонятно и правда. Мне кажется, я вот с интересом и во многом согласен с Марией, что она сейчас вот изложила достаточно подробно всю ситуацию. Но что в этой ситуации, как мы должны реагировать? Вот она задала вопрос, что делать, чтобы не влияла ложь Financial Times, New York Times? Очень просто. Пресс-центр МИД три дня предоставляет редакции Financial Times, New York Times на аргументированное подтверждение опубликованной информации. Через три дня лишает их аккредитации, а через две недели их сайты перестают работать на территории России. Все. Мир верит. Цензура. Свобода слова. Петр Олегович, наши ценности. Это защита национальных интересов. Это защита национальных интересов. Вы бы хотели выслушать ответа Марии Захаровой, но что-то у нас пропала связь с МИДом. Но тем не менее, предложение, я думаю, Мария услышала. Или Мария слышит нас? Нет, пропала связь у нас, к сожалению. Я очень хорошо слышу. Ну ничего, посмотрите. Я могу спросить у Петра. Да, да. Я могу спросить у Петра. Пожалуйста. Петр, скажите, могу ли я воспринять вашу реплику в качестве официального депутатского запроса нам? Абсолютно. Так и стоит сделать, Мария Владимировна. Как и надо сделать. Не надо закрывать никакие СМИ. Вот это от меня. От журналистов. Ничего закрывать не надо. Ничего закрывать надо. Надо их спросить. Дядя Лёв, вы там ничего не... В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные ОРАНы принять в отношении журналистов этих изданий персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации в России. Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роц заявил, «Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, публикованных официальными государственными ведомствами и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются». Ранее газета The New York Times 11 мая со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% в других регионах РФ не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксационных летальных случаев. 12 мая FT также опубликовала статью о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной. Оба издания ссылались на открытые данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет для этого месяца. FT предположила, что все случаи смерти, за счет которых в апреле были превышены в средние за 10 лет показатели, связанные с коронавирусом. С учетом официально признанных случаев смерти людей с COVID-19 и экстраполяции на всю РФ писало издание, что дает возможность предположить, что смертей, связанных с коронавирусом, на 72% больше, чем и объявляют официально. Редактор субтитров А.Семкин